Всем привет, друзья! С вами на канале Оскмаркарян. И сегодня это новый старт, новое начало всего того, что будет происходить на моем канале. Сказал, как отрезал. Сегодня я сижу в машине, снимаю для вас новое видео на новую камеру, которую я купил в Германии. Canon G7X. И качество тут просто... Ну, класс, видите, да? Немного волнительно, потому что я начинаю все заново для себя, да? А понятно, что у меня есть видео на канале, понятно, что я не первое видео снимаю для вас, но это видео, оно несет какой-то такой смысл. Даже не могу описать для вас, но я просто хочу снимать, 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 снимать и не переставать это делать. Надеюсь, что новая камера даст мне новые силы, новый путь, и я смогу радовать вас без конца. Сегодня у нас по планам приехать в Карине, подарите ей айфон, который я купил в Германии. Потом я вам рассказываю немножко в дороге про бизнес, чем я обычно занимаюсь. Расскажу вам про свою косметику, которую мы делаем. Ну, подробный выпуск будет про него чуть позже, конечно, почему я в 12 уже выезжаю и возвращаюсь где-то в 9-10 домой. Собственно, вместе будем расти, вместе мотивироваться. Надеюсь, эти выпуски вам будут давать какую-то пользу, и вы будете брать отсюда только полезное. Всем спасибо, всем пока. Прежде всего день начинается с моего любимого Мерседеса, и я максимально кайфую от него. Получаю просто невероятные эмоции, когда я катаюсь за рулем Е-класса. Он максимально городской, максимально на каждый день, и, в принципе, чуть не задавил человека. Почему я купил новую камеру, и думаю, что это мне поможет восстановить все мои видео повседневные, всю мою энергетику вот эту блогерскую, чтобы у меня было больше сил, энергии вот это все снимать. Когда я купил камеру, я тогда уехал в Париж, незапланированно, то есть я вообще не планировал уезжать в Париж, просто так получилось по обстоятельствам, что была возможность, и я воспользовался ей. В общем, здесь речь про новую камеру. Когда у меня появилась новая камера, у меня появились новые силы, мне было приятно снимать на нее, я кайфовал с этой камерой. И сейчас происходит абсолютно то же самое с вот этой новой камерой. У меня как будто бы есть желание каждую секунду включать камеру и что-то вам говорить. Представляете, вот такое бывает. Возможно, что-то вам нужно поменять, даже если вот, например, у вас вот нет сил, там нет желания, да, вам лень что-то делать. Допустим, на примере тренажерного зала. Вы ходите в спортивный зал, и в какой-то момент вам становится лень. Лень и все, вам просто лень выходить из дома, вам просто лень поднять свою пятую точку и пойти в спортзал. Но, если вы, например, купите себе новую униформу или новые кроссовки или что-нибудь еще, что дополняет вас в спортивном виде, вы можете снова приобрести эту энергию, снова захотеть замотивироваться пойти в зал, чтобы просто постоять или посидеть в этих новых кроссовках. Звучит странно, да, посидеть в новых кроссовках? Но это же реально так. Напишите в комментариях, как вы думаете, это помогает людям? Я думаю, что это очень помогает. Вот то, что я сейчас вам говорю, это ничего не запланировано, ничего у меня не записано, просто вот я хочу, чтобы всегда так было. Все, что мне приходит в голову, я просто включаю камеру и делюсь с этим. А такое бывает часто, то есть есть вещи, которые мы не замечаем, есть вещи, которые вокруг нас, грубо говоря, чуть-чуть открешили глаза, и вы все увидите. И здесь то же самое, я купил новую камеру, у меня появились новые силы, я хочу, типа, ее каждый день трогать, а если я хочу ее каждый день трогать, значит, я буду чаще снимать. Ну что, друзья, через 30 минут Карина будет счастлива, потому что она будет уже с новым айфоном. Сейчас о чем я? Обычно я слушаю вот такую музыку. Эта музыка помогает мне расслабиться и ни о чем не думать. Нет, шутка, я такую музыку не слушаю. Оск, включай свою шарманку. Конечно, я даже не включал, но вот именно сама выбрала. Друзья, Мияги. Я думаю, что для многих из вас Мияги тоже топ. Этот чувак просто делает свое дело. Итак, ребята, 10-минутная готовность. Через 10 минут мы будем у Карины. Давайте наберем ее и узнаем вообще, что у нее с настроением. Да, Карин, что делаешь? А, у тебя параллельно что-то делаешь. Параллельно что-то делаешь, тоже неплохо. Слушай, я через 10 минут буду, ты готова? Ну, да. Да, я просто снимаю видео и сейчас тебя смотрят весь мир абсолютно, весь мир. Ой, привет, весь мир. Хочу передать привет маме, папе, имени Дороговичу. Что ты хочешь? Я хотел узнать, что ты ждешь. Ты в предвкушении? Ну, я жду айфон. Логично. Я хочу комментировать, очень хочу тебя обнять, но в первую очередь, конечно, в айфон. Я понял тебя. Ну, ладно. Это все, что я хотел узнать. Спасибо вам за уделенное время. Ожидайте через 10 минут. Давай быстрееееей. Хорошо, сейчас приеду, давай. Вот и поговорили, собственно говоря. Съешь его. Фас. Фас. Зачем ты так делаешь? Мне нравится, когда он гавкает. Ну, вы вместе классно смотритесь, мне нравится. Конечно. Какая камера у тебя классная, новая. Знаешь, что я тебе хочу сказать первым делом? Что? Мы не виделись после Нью-Йорка вообще. Так а что, неделя прошла? После Мальдив мы не виделись. Ой, после Мальдив. Неделя? Почти. Блин, я вообще забыл про Мальдивы. Всю дорогу ехала и думал тебе предъявить. Ну, привет. Ну, привет. Привет, привет. Семья. Что? Вот почему нельзя с собак дома. Лютик, ты не мог поменьше лужу сделать? Не, мою сумку туда не ставь, ты что, травишь, что ли? Я в шоке. Классно иметь собаку дома? Да. Я же говорю, на даче надо собаку иметь. Дома тоже можно. А дома надо ребенка иметь. Точно, согласна. Ну, ты вообще, конечно. Люби меня, люби. Ярким огнем, ночью и днем. Давай, давай, доставай айфон. Интересанте, интересанте. И что скажешь? На первый взгляд каково? На первый взгляд чувствую себя офигенно. Открывай. У меня в первый раз айфон на 512. Открывай быстрее, у меня мало памяти. Ты правда. Спаковку хочешь снять? По IGTV. Ну ладно, распаковку посмотрите. Не, ладно, давай на тебе. Думаешь? Да. Ну а что это тупое IGTV? Ты прикинь, меня весь мир смотрит. От тебя всего лишь полтора миллиона. Ты просто... Давай, давай. Сделаем контент, брат. Давай, ну по-братски. Здесь... Ну ты вообще... Давайте я вам поближе его покажу. Итак, айфон 11 Pro Max на 512 дидиабайтов. Дидиабайтов. Ты же хотела 512 дидиабайтов? Да. Я подумала, что я сниму вам распаковку полную. Оск снимает влог с этого дня, все мои эмоции. Так что тоже обязательно посмотрите, когда выйдет. Ну а я залью полный анпакинг. Ну да, ты зальешь анпакинг, но твои первые эмоции они могут посмотреть только на моем канале. Да, это самая приятная часть. Главное, чтобы он не был разбитый. Да сейчас, чего бы это? Ну я не знаю, всякое бывает. А-а-а, какой красивый, черт! Да, он очень классный. Ты не поверишь. Это просто что-то, ребят. Как он переливается. Да, он реально красивый. Из-за того, что они сделали вот заднюю панель матовой, на самом деле золотистый и белый вообще не смотрятся. Я абсолютно с тобой согласен. Просто когда Карина сказала, что она хочет черный айфон, я говорю, ты чего? Какой черный айфон? Я, конечно, понимаю, что ты армяка, туда-сюда, либо. Но девочки, но, ребят, черный и зеленый, зеленый еще круче, Карин. Я тебе отвечаю. Ну, честно, я не хотел менять свой. Моему айфону полгода. Мы недавно в Италии поменяли. А-а-а, класс. Наверное, приятно трогать, да? Вообще, смотрите, какие следы оставляют. Ну, он холодный просто, поэтому странно. Но, блин, это что-то с чем-то. Ну все, дальше смотрите, короче, у Карина в IGTV. Спасибо, Оск, за то, что сгонял. Это настолько мне помогло. Я теперь не думаю о том, что, блин, где бы мне взять айфон. Люби меня, люби. Ночью и днем. А сейчас я вам расскажу, почему я поехал все-таки в Германию, в Берлин. Первое, это я хотел сделать Карине подарок, потому что ее душила жаба внутри, что она не хочет отдавать 10 айфон 130 тысяч. А я подумал, что я могу таким образом помочь ей сэкономить на этом айфоне. Сделать просто приятно. А теперь ты полетишь в Турцию на пресс-тур уже с крутым айфоном. Это не одна из причин. Вторая причина, это коптер, который мы утопили. Третья причина, это камера, которую я хотел обновить. Я об этом вам уже рассказал. И реально, знаешь, у тебя нет такого. Я рассказывал ребятам, что когда ты какую-то вещь меняешь в своем образе, в своей жизни вообще, у тебя появляются новые силы. Например, знаешь, вот ты пошла в спортзал, просто обновила свою спортивную форму, и тебе как будто заново хочется заниматься. Конечно. Мне нужно купить, кстати, спортивную форму, чтобы захотеть заново заниматься. Да, и здесь камеры то же самое. А мои успехи на YouTube, собственно, пошли, когда я уехал в Париж. Когда помнишь, у меня появилась Sony экшн-камера. Помнишь, сколько я снимал? Да. Мне просто хотелось вот взаимодействовать с этой камерой. То же самое здесь. Мне каждую мысль хочется вам передавать. Мне очень нравится этот цвет. И почему я именно такой цвет взяла? Потому что у меня есть чехол для ноутбука подобного цвета. И почему я выбрала черный цвет айфона. Блин, он очень классный. Потому что у меня черный ноутбук. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Рада? Конечно, Рада. Ты же Карина. Эти шутки пошли после Лондона, когда мы познакомились с девочкой. Ты первая девочка в моем окружении по имени Рада. Собственно, брат, все, я поехал. Давай. Поеду, короче, по своим делам. Туда-сюда. Куда поедешь? А что, не останешься на чай даже? Чай вдвоем. Итак, мы приехали туда, где стоит вендинговый автомат. Я много раз показывал в Инстаграме, как это все делается. Но могу вам еще раз показать на Ютубе. Вот так вот пополняется. Можешь пополнять? То есть, все элементарно просто. Такие ячейки. Это все достается, так же вот, как это, и пополняется. Вот здесь вот находится сам купюроприемник. Вот здесь находится. И все, вам больше ничего не нужно. Короче, сейчас поедем на рынок искать вот эти моменты. Вот эти пустые ячейки нужно заполнить, потому что смотрится некрасиво. Но в целом автомат выглядит нормально. Как вы видите, я успел поменять машину. Я взял каршеринг, чтобы закупить продукты. В общем, чтобы вы были в курсе, значит, у нас стоит один вендинг и две точки без вендинга. Уже продаются продукты, но в холодильнике просто, и там уже стоит человек, который продает это все. Мы сейчас едем как раз-таки закупать снеки. Вы все увидите, как мы это делаем. Покажу вам все, расскажу. И чтобы свою машину не заполнять, я всегда беру каршеринг. Это очень удобно. Вот такой вот рынок. Мы сделали заказ, и пока мы в ожидании, я немножко с вами поговорю. Как мы делаем? Мы в основном заказываем продукцию у Кока-Колы или там сайтов, то, что сами привозят, большими машинами. Но есть, например, продукты, которые мы там не находим. И поэтому мы за ними приезжаем на рынок. Сейчас мы ждем заказ. Кстати, я забыл вам рассказать про вчерашнюю аварию. Я, в общем, возвращался с аэропорта. Ехал в пробке, никого не трогал. И вдруг... Вот, сейчас тоже присоединится, расскажет. Я рассказывал про вчерашнюю аварию. И, короче, мы едем, никого не трогаем. Ну, расслабленные в пробке, наверное, 10 км в час едем. И такой, знаете, типа, тум, сзади. Я, короче, в этот момент подумал, что там фура нас ударила. У меня, короче, я из-за того, что расслаблен был, меня сначала вперед кинуло, а потом, короче, назад. И из-за того, что подголовник был очень низко, то есть у меня голова полностью назад отлетела. И здесь, короче, вот образовалась шишка. Но это все ладно. Мы вызвали ментов. Говорим, вот так-то так-то аварию. Он говорит, хорошо, ожидайте. Проходит 2 часа. Звоню еще раз. Сориентируйте, сколько вас примерно ждать. Он говорит, у нас сейчас очень много работы. Если вы хотите побыстрее, приезжайте сами. Давайте сами приедем. Мне очень нравится Москва. Мне очень нравится жить в России. Я бы не переехал в Америку. Я ничего против не имею. Но нам нужно стать чуть лучше. Нам нужно вот некоторые сферы немножко подтянуть. И равных нам вообще не будет. Ну, это же согласитесь. Вот в Европе ты где-нибудь врезался. Мент через максимум 30 минут у тебя будет. А чтобы вы понимали, я когда к ним поехал, они говорят, приезжайте к нам. Ехать 10 минут, ребята. 10 минут. Я, конечно, понимаю, что, возможно, есть аварии посерьезнее. Возможно, есть люди, кому нужнее, чем мне. Потому что никто там из нас не пострадал. Но, блин, это же тоже опасно. И пока мы на МКАДе стоим, там так фуры проносятся. Ты думаешь, сейчас еще какая-нибудь фура влетит. И ты просто в сляпку встанешь. Я просто хотел высказаться вам. Вот как-то так. Пока мой товар идет, я сделал такой мини-тест-драйв на Volkswagen Polo. Очень хорошая машина, на самом деле, для своей цены. Очень удобная, резвая. И среди своих конкурентов, если бы у меня был бюджет, например, я бы выбирал между Hyundai, Volkswagen или Kia. Я бы, наверное, себе взял Volkswagen Polo. Вот, конечно, полная комплектация, парктроник, все. Надо как радио. Включаем. Звук тоже хорошей музыки. Кайфово, да! Доброе утро! С вами Усмар Чарян. Снимаем товар в машину. Спасибо, что стекла подметаешь. Конечно. Потому что... Чуть не забыл вам показать. Вот, здесь в основном у нас круассаны, Pringles, Doshiraki. А здесь у нас, получается, в коробке уже там KitKat. Ну, вот, видите, в общем, все. Мы на одну точку уже разгрузились. Едем на вторую. Вы знаете, слишком быстро потемнело, и поэтому я так толком ничего не поснимал. Но вы поняли, что мы развозили, значит, продукты на две точки. Все сделали, все успешно. Сейчас я приехал на встречу с другом. Сегодняшний день я хочу завершить вот именно вот здесь. Я с вами не прощаюсь, потому что завтра мы снова будем вместе. А для вас это один миг. Собственно, все. Спасибо вам за день. Встретимся завтра. Всем утренний салют. Сегодня делаем распаковку нового Mavic 2 Pro, который я купил в Берлине. Айфон мы уже, Карине, подарили. От него и разрешение на распаковку этого Mavic. Попросили, поэтому все, что нам остается сделать, это распаковать, и после чего выдвинуться в город. Чем мы сейчас и займемся. Итак, у меня оператора нет, поэтому распаковку буду делать от первого лица. Давайте посмотрим. Посмотрим. Стоит такой коптер 1449 евро. Но одной рукой, конечно, сложно работать. Вот это кайф. Вот это я понимаю. Армянская распаковка продукта. Вот, у меня 27% зарядки на пульте. Что тут вообще есть в комплекте? Это сам коптер Mavic 2 Pro. Вот так вот выглядит дрон. Здесь есть датчики столкновения, чтобы коптер не столкнулся там с деревом, со стеной и все такое. То есть для непрофессиональных пилотов, таких как я, которые уже утопил один коптер. Также есть освещение. То есть когда дрон ночью приземляется, вам нужно видеть свой дрон. Очень сложно делать распаковку, так как делаю такой вообще в первый раз. Но я посмотрел, в принципе, распаковку других ребят. И, в принципе, уже знаю, где что находится, да. Я так кратко расскажу вам. Если хотите нормальную распаковку посмотреть, то вам нужно к профессионалу. Зарядное устройство, наверное, провода. Да, переходники, провода. Здесь, собственно, сама батарея. А, нет, здесь вот этот блок питания, зарядное устройство. Вот оно. А там уже провода, переходники. Здесь также я вам покажу батарею. Вот оно вот так вот выглядит. Это защита камеры. Ее снимаешь, когда начинаешь летать. Блин, что за кайф, а? Посмотрите. Очень крутая камера. Вот перед этим у нас был Mavic 2 Zoom. Там немножко другая камера. Здесь она, конечно, будет покруче. Здесь, с одной стороны, флешка. С другой стороны, не знаю что. Летать мы будем, конечно, с вами попозже. Потому что сейчас в Москве очень сыро, мокро. Не хочу второй коптер опять сломать. Поэтому мы подождем. Дождемся хорошей погоды. И взлетим обязательно. В принципе, это все. Все, что мне хотелось вам рассказать. Как-то так. Давайте сразу же сделаем распаковку камеры, на которую я сейчас снимаю. Это Canon G7X Mark II. Точно такая же камера, как и у Карины. Она очень крутая. Вы тоже видите по качеству здесь. Из составляющих это была сама камера. Зарядное устройство. И в принципе все. А, и карта памяти здесь подарок была. Поэтому здесь ничего нет. В принципе, я хотел вам все равно рассказать, на какую камеру снимаю. Я думаю, вам интересно. Я купил в Германии три техники. Первое. Камера Canon G7X Mark II. Квадрокоптер Mavic 2 Pro. И iPhone 11 Pro Max Carini. Вы это уже видели. Вот. Всем спасибо. Мы идем дальше. Еще хотел вам рассказать, почему я поехал именно в Берлин. Как я это все сделал. Я вот так вот сидел дома. И мне в голову пришла идея поехать сделать сюрприз. Купить нам коптер, который я утопил. В общем, все было красиво и сказочно. Я начал гуглить и смотреть, где техника дешевая и качественная. Мне сразу же там вышли несколько городов. Я выбрал Берлин. Потому что это близко. И я сразу же залез на сайт S7. Посмотрел билеты. Я посмотрел, что там у них какая-то распродажа. Я понял, что я точно лечу в Берлин. Это первый момент. Второй момент. Очень хороший процент tax free. То есть, с техники, которую я купил, я 11,5% получил обратно. Например, я купил iPhone за 115-120 тысяч. Я получил обратно, ну, где-то 11,5% это сколько у нас. Надо посчитать на калькуляторе, а то скажут математику не умеешь. 11,5% это где-то 13-14 тысяч рублей. И тут вот ты только в iPhone уже сэкономил себе цену, которую бы ты потратил на авиабилеты. Вообще, давайте я вам расскажу поподробнее, как это все работает. Сейчас все покажу. Вот, Москва-Берлин. Поехали. Ищем маршрут. Я решил, что лучше один раз показать, чем я вам буду рассказывать 3-4 минуты, отнимать у вас время. Вот, пожалуйста. 4 тысячи в одну сторону, 7 тысяч обратно. В итоге получается 11,375. 11,375. Ребята, это только tax free за iPhone. А я еще купил квадрокоптер и камеру. Поехали дальше. Здесь же я могу выбрать, ну, страховки, понятно, это есть. Дальше у меня получается отели и авто. Я здесь могу выбрать, вот, все отели на карте нажимаю. Допустим, выбрал себе отель. Сейчас покажу все. Также здесь могу арендовать автомобиль. Сколько за 3 тысячи 700 рублей на весь срок? Это очень дешево. Чтобы вы понимали, я больше потратил на транспорт, пока там ездил. И вот, нажимаю все отели на карте. Пожалуйста, я могу выбрать и поближе к центру, и в каком-то определенном районе. Все это сделать на одном сайте. А потом перейти к оплате и стать счастливым. Элементарно, просто. Изи. Изи, изи. Оплатить с Apple Pay. Ну да, здесь уже вводите свои данные. Как-то так. Так, повседневная утренняя рубрика. Пока машина греется, мы с вами болтаем. Что у нас сегодня по плану? Хочется девочек в аэропорт отвезти, пока Карине не говорил. Если успею по времени, я и напишу, и отвезу их в аэропорт. Сегодня у нас будут строительные моменты. Иногда помогаю отцу с документами. И не только поэтому. Помимо блогерской сферы, бизнес-сферы, еще и занимаюсь строительными документами. Разносторонний ОСК. Мне для Simple Beauty нужны девочки, которые будут участвовать в контенте нашего Инстаграма. В которых мы будем фоткать с красивыми пальцами, красивые черты лица. Вот такие девочки нам нужны. Вот. В Инстаграме я об этом уже рассказал. Если вам долго не отвечают, вы не расстраивайтесь. Возможно, мы рассматриваем вашу кандидатуру. Обязательно напишите, если вы себя считаете красивыми и готовы с нами работать. С нами работать готовы, напишите на вот эту почту. Спасибо. Алло. Привет. А это как называется? Во сколько твой самолет? 16.40. Я еду за тобой, вас отвезу в аэропорт Джанис. Такси не вызывай, я твой такси. Не знаю, брат. Потом неделя не увидимся. Оно мне надо. Лучше сейчас отвезу, чем потом буду жалеть. Я буду через час у вас брать. Вот такие вещи делаю. Понял, да? Этот момент. Сурпризный момент. Сурпризные движения делаю. Чтобы красиво было. Чтобы Карина такая думала. Ой, какой у меня джентльмен. Я хотел добавить, что когда я говорю, помогаю отцовским делам, это не значит, что я решаю какие-то серьезные вопросы. Я просто подрабатываю курьером в его организации. И просто развожу вот эти документы. Вот. Надо было сразу сказать, что я курьер. И вот эти все подписчики, они накручены. И все, что я делаю, это просто развожу бумаги разным людям. Вот как-то так. Я вам немножко хотел рассказать про вендинг. Смотрите, ребята. То, что я вам рассказываю, что вендинг приносит там 150-170-200 тысяч в месяц. Это все индивидуально. Чтобы вы понимали, когда рассказал, многие мои друзья заинтересовались этим. Здесь самое главное, это точка. У меня точка работает круглосуточно. То есть в компьютерном клубе как днем, так и ночью приходят люди. И поэтому у меня такой большой доход, можно сказать, да? То есть если его разделить на два, например, если бы он только днем работал. У меня было, допустим, 70-80 тысяч. Я вам когда говорю 150-160 тысяч, это оборотка. То есть оттуда прибыль где-то 1070-80. Соответственно, делите на два где-то 40-30. Очень хорошая прибыль, если точка приносит где-то 20-30 тысяч. Вы должны быть очень-очень аккуратны. Не ведитесь на ту сумму, которую я вам говорю. Вам нужно все это посчитать, чтобы вы не лоханулись. Вы должны подумать о затратах. То есть вы должны заплатить за место, за склад, где будут храниться ваши товары. Потому что вряд ли вы будете каждые два дня привозить продукты, что пополняет. Человек, который будет пополнять, это либо вы сами, либо нанимаете отдельного человека, которому нужно тоже платить. Много факторов есть, которые влияют на доход. Например, если вы поставите в школах, вы не имеете права продавать газированные напитки, сухарики, чипсы. Все настолько индивидуально, все зависит от места, все зависит от людей, которые будут покупать ваш продукт. Надеюсь, я до вас донес эту информацию и не совершайте ошибок. Заранее подумайте, ни в коем случае не берите в кредит автомат, потому что потом у вас могут быть большие проблемы. Сначала всегда окажется все хорошо, тепло и классно. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Буду в следующих видосах смотреть, отвечать на них. Да, я в велосипедках, в триграде. Ты серьезно? Мои штаны все еще в соке. Оказывается, мама не отнесла их к ним чистым. А почему мама должна отнести? Тебе 27 лет. Там, не забывай, еще один Юлин. Это мой паркинг, здравствуйте. А это мой мужчина, здравствуйте. Я тебя никогда не называю своим мужчиной. Вот теперь называю. Давай-давай, молодец. Спасибо. Мы на канал делаем новый канал, хоккей, новый контент, делаем новое видео. Хоккей Фрэнзи называется. Подожди, на канал новый канал делаешь? Новый контент. Тебе не видно, надо подождать. Хоккей Фрэнзи, подписывайтесь, вот здесь ссылку оставим. Ты же оставишь? Нет, это его канал. Точно? Это мой канал? Ставишь? Да, да, вот здесь, да? Вот здесь где-нибудь. Ну, хорошо. Будет круто, это первое на Ютубе, кто увлекается спортом, хоккеем, будет интересно. А покажи шайбу, я не верю. Короче, еду с девочками, везу их в аэропорт, они сегодня улетают в Турцию. Девочки, вы рады? Да. Мы же туда отдыхать едем, на море. Вот так выглядит машина, которая привозит нам напитки. Здесь свадьбу можно сыграть, такая большая машина. Сколько здесь тонн помешает? Пять. Пять тонн. Привезли, короче, нам напитки на третью точку. У нас есть вот два таких больших холодильника и еще один маленький. Здесь стоит Red Bull Adrenaline, здесь вся продукция Coca-Cola и здесь Monster. Вот, сейчас будем все заполнять. Выглядит классно, да? Пока холодильники пустые, покажу вам потом еще в конце, когда уже все заполнится. Это разоблачение Coca-Cola, потому что, посмотрите, ребят, что они делают. Это такой первый раз, конечно, но так нельзя делать, это надо снять и разоблачить их. Надеюсь, Coca-Cola свяжется со мной и пришедет мне упаковку Берна. Я открываю Берн Киви. Я понимаю, что это вот грузчик, наверное, просто выпил и поставил, а теперь вся компания страдает, но это должны как-то контролировать. Очень мало зарядки осталось, быстро показываю, как мы все пополнили. Дизайн придумал админ. Красавчик. А здесь, короче, все подпольное храним там, ну, вот эти моменты. Ребят, на этом заканчивается влог. Спасибо всем за просмотр. Это начало нового формата. Надеюсь, вы меня будете поддерживать. Пишите в комментарии, если что-то надумали, если есть какие-то вопросы, я обязательно буду читать и отвечать. Всем спасибо, всем. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...